16 июля в информационном агентстве ТАТ-Медиа прошла пресс-конференция, посвященная реализации в Казанском федеральном университете федерального проекта Министерства науки и высшего образования России «Летний университет-2024». В рамках этой конференции с журналистами встретился проректор по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев, профессорско-преподавательский состав Института филологии и межкультурной коммуникации и участники проекта «Летний университет», который проходит программу по треку «Язык, культура, творчество». Мы имели возможность показать нашим ребятам, которые приехали на «Летний университет» на трек, связанный с языком, с культурой, с творчеством, о том, как работают средства массовой информации в нашей республике. У них была отдельная экскурсия по ТАТ-Медиа. Они поговорили с теми журналистами, которые работают в издательствах, которые расположены в здании ТАТ-Медиа. Я думаю, это действительно очень важно, потому что сама задача в рамках «Летнего университета» — это не просто организовать шесть образовательных треков, чтобы ребята чему-то научились. Важно еще показать тот регион, тот город, куда они приезжают, и показать то, как они могут здесь учиться и как связать свое, на самом деле, профессиональное будущее с Российской Федерацией. Как отметил проректор по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев, данный проект направлен на знакомство молодежи с образованием в республике. Далее для гостей выступили представители Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского университета Лилия Сатарова, старший преподаватель кафедры татаристики и культуроведения, и Гульнас Ижбаева, заместитель директора Института по образовательной деятельности. Они рассказали о том, как устроено образование в институте, а также рассказали о направлениях профессиональной подготовки. После этого для ответного слова были приглашены участники проекта, которые поделились своими впечатлениями об образовательной и культурной программах. Но из-за интереса страны я выбрал трек «Язык культуры». Плюс летнего университета в том, что мы знакомимся с разными народами, людьми, культурами разных стран. Лично я узнал тут очень много людей и друзей. Я очень рад, что я с ними вместе учусь. Мне здесь очень, на самом деле, нравится. И я, правда, не ожидала такого, знаете, такой атмосферы, такой дружелюбной, знаете. С очень многими людьми мы познакомились здесь. Мы также находимся с ребятами из наших, получается, стран. И как-то легче так адаптироваться здесь. Вот здесь очень уютно, здесь очень красиво. Все нравится. В этом году участие в проекте принимают 400 студентов из 13 стран мира. Абхазии, Азербайджана, Республики Беларусь, Южной Африки, Бразилии, Китая, Индии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и, конечно, России. За прошедшую неделю проекты ребята уже посетили множество общих тематических вечеров. Например, Global Vigil, где команды представляли свои страны, рассказывали об их традициях, музыке, знакомили с особенностями кухни. Далее прошел национальный татарский праздник Сабантуй, где участники окунулись в историю Татарстана, отведали национальные блюда и, конечно, сами попробовали пройти испытания этого задорного праздника. На этом фестивале мы хотели бы рассказать про нашу культуру, наши обычаи, а также мы пришли с национальной одеждой и национальной едой. Мы познакомились с представителями Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, а также других близлежащих государств. Всего на проекте представлено шесть треков – искусственный интеллект и информационные технологии, технологии будущего физика и инженерия, язык, культура, творчество, архитектура, дизайн, урбанизм, программа бизнес-аналитики на английском языке и программа организации BRICS. В рамках этих направлений были проведены образовательные программы, где участники разрабатывают свои проекты. Отметим, что важной частью нетворкинг-сессии является не только теоретическая подготовка, но и отработка полученных знаний на практике. Я нашла этот проект совсем случайно из-за своего вуза, где я учусь, это Академия управления при президенте Республики Беларусь. Мне пригласилась программа, мне очень привлекает искусственный интеллект, мне понравилось как-то все организовано, как выглядит общежитие, как нас вообще приятно принимать будут, и все оправдалось. Мы уже с ребятами обсуждали VR-очки, что это можно внедрить в обучение студентов, как электронный дневник, то бишь вы заходите в универ, сразу надеваете эти очки, возможно, там встроена уже программа, и вы сами себе выбираете трек, сами себе выбираете расписание, и мы хотим это все как-то внедрить и попробовать. Вообще, как это будет работать? Напомним, что проект «Летний университет» реализуется Казанским федеральным университетом при поддержке Министерства науки и Высшего образования Российской Федерации и Федерального государственного автономного научного учреждения «Социоцентр». В ближайшие дни гостей ожидает экскурсионная программа по Республике Татарстан, включая остров Град-Свияжск и планетарий Казанского федерального университета. Аделина Абдрахманова, Карина Саяхова, Тимур Ахметов, Тимур Таваров. Универ Новости.